Ну, всё, звук есть. А вот 16.32. Ну, тогда начинаем. Здравствуйте всем. Всё-таки подключились сегодня. А, Галина Степановна, у меня там просто раньше не получилось вас предупредить. Там одну пространную очень цитату уберём с писателя Волкова про Илью Глазунова. Она очень повторяющаяся. Мы там, в принципе, сто раз это говорим. Там одна ближе к концу будет. Когда дойдём до Глазунова, ладно? Ну, да, да, да. Сейчас я уже не буду там выискивать Волков. Я уже даже забыла. Ну, короче, там пространная цитата есть. Мы 300 раз уж, в принципе, там это сказали в течение лекции. Хорошо. Хорошо. Достан Азиз, салам, бе-вахши тезар, емрус, муатталь шудім. Емрус джалесе севвоме дурия, севвоме тариха фархангу хонара Русияст ке ін дури па мушарикату мушарикату гамкори данежбах и дувляти Мурманск, буньяды Умана, сайта Альфа Рус ва шеркат Рус маркетан джалнише. Ва тарахи ін дури ра гайбе хуза бахадури фарбах дадаштан. Ну, ангюлтан Садикова хастан, муатаджема ін дури. Остаду ман професор Галіна Келлер хастан, остаду донышгаги дувляти Мурманск. Хейле хошу мадень. Начинайте, Галіна Степановна. Ну, сегодня у нас продолжается вот эта тема культура в лицах, творчество художников Глазунова и Филонова. И мы начнем с Филонова сегодня, да. Павел Николаевич Филонов, ну, как всегда, немножко биографии, да. Павел Николаевич Филонов, он родился в 1883 году и ушел из жизни в 1941 году. Это один из лидеров русского авангарда, художник, обладающий ярко выраженным индивидуальным стилем, создатель новой фактуры и пластики рисунка, основатель и идеолог аналитического искусства, уникального реформирующего направления живописи и графики первой половины XX века. Художник-исследователь, как он официально называл себя сам, он еще иллюстратор, он еще поэт, преподаватель и теоретик. Достан Азиз, салам, эндуз, но боз, дагуриф, чихрихай, панаги, харфмизанин, в амих, шоем эмбрус, народжи бэ, донакач, малу, тарик, конем, Илья Глазунов, ва Павел Филонов. Павел Филонов, мутавалет, салим, хзорну саду челюи, о, бэвах, шит, хзору, хаштаду, хаштаду се, екей аз пішгаман, авангард Рус бод. Накаши ке дароя сапк шخصи, бесіар бараз خод бешест. Иджадгар, бафт, пластисите, جدیд тасвир, بنянгазар, андиш پرдаз, хонер аналитик. Хонер аналитик, جомбеш монхасир به фрад, екей аз пішгаман, дарна каші, ба графіка, німея, аваликарне бісту. Филонов, на каші, мухагрех бут, ке худеш, раасман, інтурі, муарефі мигалд. Та свирсазу, шаэру, мударесу, Назария Пардос бут. На экране мы видим фотографию Павла Николаевича Филонова и его автопортрет. Павел Николаевич родился в Москве 27 декабря 1882 года. Отец его работал кучером, извозчиком о матери Любови Николаевне. Он сообщает лишь то, что она брала белье в стирку. С 1894 по 97 год он ученик городской приходской школы в городе Москва, который окончил с отличием. За год до того от чахотки умерла его мать. Павел Филонов, дар бісту хактуме десамбре сале 1882 дар москове. Педер ше дурошкичьи, сурчьи бод. Дарбара мадер ше, Филонов феяктуме феяктуме, феяктуме феяктуме, москове бод. Ба номера хаи мунтаз, он мадресе ра تمам керд. Ек сал кабль аз фарегу тахсили, мадерش аз сил мурдэ бод. После переезда в Петербург в 1897 году Филонов поступил в живописно-малярные мастерские. Параллельно с 1898 года он посещал вечерние рисовальные классы Общества поощрения художеств. А с 1903 года учился в частной мастерской академика Дмитрия Кавказского. В 1905-1907 году Филонов путешествовал по Волге, Кавказу и даже ездил в Иерусалим. Павел Филонов варед каргах ренгкарий шот. Павел Филонов варед каргах ренгкарий шот. В 1908 году был принят вольнослушателем в школу при Академии художеств, из которой он в кавычках добровольно вышел в 1910 году. Филонов участвует в выставках и мероприятиях этого союза до его распада в 1914 году. И к этому периоду относятся пир королей 1913 год, холст и масло, крестьянская семья 1914 год, мужчины и женщины, ну и также многочисленные работы на бумаге и картине, которые он уже называет формулами, формула цветка, городового, пролетариата и тому подобное. Здесь Филонов пир королей, да? Мы видим картину. В 1908, Филонов, в основном «Мустаме Азад» в Медресе «Вабасте» в Фархангстан и «Монер» «Кабул» в 1910, в слове «Давталабане» «Анжаро» «Терк» «Керд». «Дороге Филонов» «Дороге Филонов» «Дороге» «Номаишگاه» «Хао» «Бернааме «Нجомен» «Ширк» «Керд» «Керд» «Та» «Сахтешдаде» 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 «Ренг Роган» «Берроге Бум» «Вон «Нقاشиш» «Б عنوان خانواده «Дهقانان» «Сахтешдаде» «Дар сал «1914» «Берн» «Табло «Зن» «Морд» «Сахтешдаде» «Дар 1912» «1913» «Тیکніک ترکیبی» «Кاقذ» «Морбутт به همین دوره «Карий» «Паул Филонов» И вот на картинке Филонов Пир Короли в 1913 году. В 1912 году Филонов пишет статью «Канон и закон», где уже ясно сформулированы принципы аналитического искусства. Анти-кубизм – принцип органического, то есть отчастного к общему. Филонов не отрывается от природы как кубисты, но стремится ее постичь, анализируя элементы формы в их непрерывном развитии. Художник совершает поездки по Италии, Франции и в 1913 году пишет декорации для постановки трагедии Маяковского. Владимир Маяковский в Театре Петербургского Луна-Панк Парка. А на экране мы видим картины Филонова «Крестьянская семья» 1914 год. В 1932 году Филонов уже в книге поездки на книгу «Конон и закон», «Забит». В definitом случае «Конон и закон», «Конон» capacity, «Конон» действий и «Посе». В 1913 году в «Красном» революме «Конон» действий и действий и действий «Конон» действий и действий. В 1913 году в Trek. Продолжение следует... Продолжение следует... На обложке репродукция филоновского пира королей, которую мы с вами уже видели. Это первая печатная репродукция аналитического искусства. Единственное свидетельство существования общества, где провозглашается реабилитация сделанных картин и сделанных рисунков. Каждое прикосновение к холсту по филонову единица действия. Атом всегда действует формой и цветом одновременно. На картине, опять картине филоновского пир королей. Продолжение следует... 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 которая войдет в цикл, ввод в мировый расцвет, полотно почти полностью беспредметно. Этот путь русского авангарда начал еще Кандинский, вслед за ним Ларионов выдвигает концепцию лучизма в 12-м году и выпускает книгу «Лучизм», в которой утверждал полную независимость живописи от окружающего мира, от предметной среды. Определение лучизма даем или нет? Да, да, да. Ну тогда я до конца уже довожу. Да, хорошо, хорошо. Лучизм. Этот термин образован от слова «луч». Раз наше зрение построено так, что мы воспринимаем не сами предметы, а отраженные ими лучи, то на лучах сосредоточимся, тогда решил Михаил Янтулов. Картины лучистов яркие и сияющие. Игра цвета на полотне рассматривается как выявление первоснов жевописи, как струпулезный анализ художественного мышления в его чистом виде, независимо от образов окружающей среды. Продолжение следует... 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 И к этому периоду относятся такие работы Филонова, как два варианта «Формула весны», «Живая голова» и такое динамичное «Без названия» называется. И последнее – это «Композиция». Если есть, то можно показать. В 1930-е годы, ну вот «Формула весны» перед нами, да? Давайте я пока тогда переведу, а потом уже продолжим. В 1930-е годы, Филонова, моктебе «Нقаши» خодши рааа, бе-ануан «Ассатий» хонер аналитик тесесес керк. В بعدен ба «Темам» вوجудши, аз анат хмајат ме керк. Дер хома дуре, «Террахи» дахиле «Идаре Чап» раа бе-оходе герет. Дер «Террахи» нماиеш «Базрест» «Гогол» в «Каргардані Терентиев» шеркат кер. Кархаи «Филонова» مثле ду носхи «Нقаши» «Формула Бахар» ке тесвіри шоу мебині. «Формула Бахар» ке дар сал 1927-1929 сахте шед. Ва «Нقашиш» бе ангван «Калле зенде» ва «Таблое бидон ангван» сахте шеде дар сал 1923 ва «Композиціюм» сахте шеде дар сал 1929 هм мрбутт ве айн дуре каариш хастан. Мы здесь ме видим формула «Висли», да, на «Икраник»? Ара, «Формула Бахар» накаши ке мебині. Њест ешо живая голова? А, по-моему, была «Формула революції». В 1930-е годы художника обвинили в формализме. И в результате и художник, и его ученики стали объектом ожесточённой травли. Мастер голодал, экономил на всём, продолжая преподавать бесплатно. Как и раньше, из-за нехватки денег на покупку холста, он часто писал масляными красками по бумаге или картону. Одна из последних работ Филонова – это «Лики» 1940 год. Девушки отдыхают. 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 прощание с учителем 8 декабря была у филонова электричество у него горит комната имеет такой же вид как всегда работы прекрасные как перлы сияют со стен и как всегда в них такая сила жизни то что точно они шевелятся сам он лежит на столе покрытый белым худой как мумия в той же могиле в 1980 году захоронена его сестра фамилия глибова ну а в девичестве филонова а дар севом и десамбре солны зазар на саду челюек павел филонов дар ленинград махасера шуды морд татьяна глибова на пашт веда веда ба остатыш ра интерт осиф меконет 8 десамбре рафте боден пещу филонов чракхаи ханаш рушен боден дар аутаак хаме чиз مثл хемешэ бод нقаши хаи остат зиба боден مثл جواхир аз руи дивар хаме дарах шидан и месли хемешэ чеченон кудрат зиндеги даришан бод ке ангар даштан текан михурдан ход остат броя миз дараст кишиде бод лагар лагар айн мумия в ба парчи си фит пуши дэшо дэвуд тарсалэ хэзару нуксадо хаштат хохар и филонов и в дакия глибо ва в даргамон хабр даркенары барадар штатчо мечтая о безвозмездной передачи всех своих работ советскому государству при условии создания на на их основе музея аналитического искусства филонов принципиально за очень редким исключением не продавал своих картин филонов ке арзу дашт хаме кархаеш ра бе аттхад шоурови бе бахшат бешер тэн ке бараасас айн мачмуае музея хонар аналитик тасиз шават хичвак таблохаеш ра не ме форухт но бе стеснахаи бесеар надери ва айн му музея асулі о буд в 1977 году Глебова младшая сестра художника передала всю коллекцию в дар государственному русскому музею в Санкт-Петербурге но начавшийся контрабандный вывоз работ художника за рубеж продолжался в 2000 году после многочисленных переговоров по достигнутой договоренности парижских владельцев работ филонова и российской стороны 7 из 8 из 8 подлинных рисунков филонова были возвращены в русский государственный музей ну а восьмой рисунок пропагандист возвращен не был в 1989-1992 году произошла новая серия крышевского музея после чего из трех похищенных рисунков в музей вернулось только два но нужно перевести а потом дальше да 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 прошлое я у Angeles до Продолжение следует... 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 Татлин и другие 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 Продолжение следует... 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 Александра Куприна, Николая Некрасова, Павла Мельникова-Печерского, Николая Лескова – это прекрасные, непохожие на другие иллюстрации к собраниям сочинений русских писателей. Они очень современные и очень узнаваемые. Академия Лескова – это 1905. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мышкин, идиот, да? Роман идиот. В это время были им написаны полотна, воссоздающие образ многовековой России. Господин Великий Новгород, Русская песня, Град Китиш и другие произведения. Особое место среди работ исторической тематики занял цикл Поля Куликова. Создавая свои сатирические картины, Борис Годунов, легенда о царевиче Дмитрии, князь Олег и Игорь, Иван Грозный, Дмитрий Донской, художник, сочетал темперную живопись на доске с инкрустацией цветными стеклами, парчой, металлом, по-своему преломляет приемы древнерусского искусства. На экране картины господин Великий Новгород. Таблохаи معруфы Илья Годунов, ке тасвир Руси, چند сад салэ ра бастази меконен, мировоцт به هминь дуре каариш هстен. Таблохаи معруфش ба анваме Новгород Безорг, Таранэ Руси, Таранэ Рус, Шахр Китиш و Ассар Дигра. Дер миян каархаи тарихи Годунов, мجмуре Медан Куликов, جаегах Вижей даред. Дер ровенда каар брауи таблохаи тарихи مثле Барис Годунов дар сал 1967 до афсанэ дар барае Шахзаде Димитри сал 1968 یа таблохаи Шахзаде Ган Олиг و Игур сал 1972 و Иван Махуф сал 1974 و Димитри Данскуи сал 1979 Глазоноф накаши تемпер یا نакаши چسب ранг бра брауи тахтаи чуби ба текник хатамкарі ба шиш рангі ба шиш рангі ба парче зарбафт феллес таркіп керде буд ба аз ослуп хаи накаши Русия бастан бешиваи ходиш бахрабардарі керде буд В конце 70-х годов 70-х годов приступает к работе над масштабными полотнами и эти живописные полотна град Китиш на картинке може сказать ага то есть великий мебель то блее шахрики теж и эти живописные да эти живописные полотна считаются вершинами философского осмысления процессов мировой и отечественной истории это такие картины как Вечная Россия Великий Эксперимент в правом нижнем углу картины мистерия 20-го века есть зеркало чтобы каждый зритель мог увидеть себя любимого как часть истории 20-го века его картины полны иконоподобными образами мучеников страдальцев символами гибели и смерти за веру у Глазунова действительно во многих картинах нет жизни но полно смерти и страданий на экране Вечная Россия Вечная Россия и Руси Джавдан кем Метоним Безерги Азмащ Безерги Верон Клиса Др Шаб Айд Пак Табло Мороф Мистерия Крн Бистом Муамма Крн Бистом Др Гушей Паене Смит Раст Табло Мистерия Крн Бистом Айня Ест Кем هр Биненде Метон Др Безерги Др Др Глазон Кем Метон Кем Метон Метон Др Вечная В 1878 году художника приглашают на работу в Московский художественный институт, где он передает свои знания и умения молодому поколению талантливых студентов. В 1878 году художник принимает участие в сценическом оформлении оперных и театральных спектаклей. Сатрунчи с большим театром, Берлинской оперой, Одесским оперным театром, на сценах которых соответственно поставили сказания о невидимом граде Китеже и 9 февронии, Пиковая Дама, Князь Игорь, Маскарад. В 90-е годы живут на экране, там Глазоновки и Сибирь. Игорь Бетаррохья Илья Глазунов. В 90-е годы живописец стал куратором реставрационных работ, проводимых в Александровском и Андреевском парадных залах Кремлевского дворца и 14-го корпуса. А в 1997 году художник награжден государственной премией России. Игорь Бетаррохья Илья Глазунов. В 2004 году открылась Московская государственная галерея Глазунова, где экспонировалось более трех сотен полотен мастера кисти. Через четыре года вышла его вторая книга, получившая название «Россия распятая». Она основана на размышлениях о судьбе Отечества, на фактах из биографии самого художника. В новом веке Глазунов создает целый ряд полотен. Изгнание торговцев из храма, расколачивание, последний войн. Потом появляется автопортрет под названием «Иснова весна». В селе 2004 году в Московской галерея галерея Глазунов создавая создавая галерея Глазунов. Илья Глазунов создавая создавая галерея Глазунов. Творчество Ильи Глазунова было отмечено самыми различными наградами. В 1980 году он был удостоен звания очень важное для России. Это почетный народный художник СССР. Он является лауреатом самых различных государственных премий. Награжден даже, есть такой орден, трудового красного знамени за заслуги перед Отечеством. Среди его иностранных наград португальский орден Святого Михаила, лаоский орден Вишну, индийское премие имени Неру, Глазунов был удостоен орденов Российской Православной Церкви, ордена преподобного Сергия Радонежского и ордена преподобного Андрея Рублева. То есть этот художник очень-очень отмечен самыми различными организациями. В.П.Е. Продолжение следует... В 1985 году в журнале «Новый мир» писатель Сергей Есин опубликовал свой роман. Называется роман «Имитатор». И в главном герое-художнике Семираеве читатель без труда узнал Илью Глазунова. Узнал себя в главном герое книги Илья Глазунов, который в шутку грозился переломать Есину руки на одном из приемов в мэрии Москвы. Семираев, главный герой книги, мало талантливый, но чрезвычайно амбициозный художник, осознающий свою посредственность, но дошедший рецепт столь вожделенной славы. Подходимство. В результате Семисараев получает выставки в Москве, быстро зарабатывает репутацию мастера. Илья Глазунов. 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 Книга, в общем-то, читаемая и актуальна достаточно. Фотография — это Глазунов со своей женой, Ниной Бенуа. Фотография — это Глазунов со своей женой, Ниной Бенуа. Фотография — это Глазунов со своей женой, Ниной Бенуа. По воспоминаниям, Илья Глазунов перестал сотрудничать с журналом «Наш современник», который опубликовал этот роман, и диаметрально изменил мнение о редакторе и писателе Вадиме Кожанове после публикации в журнале следующего заявления Кожанова. Картины Ильи по-своему хороши, и вот если бы их размножить и вывесить как плакаты на железнодорожных станциях, эффект был бы великолепен. И неосторожного замечания, что некоторые работы художника последних лет — это кич. До этого момента Глазунов тепло отзывался о Кожанове и приглашал читать лекции в Суриковский институт. Илья Глазунов 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 генерирует собой и своим творчеством тонны специфических споров. Для одних он приспособленец и придворный подхалим, для других — высоконравственная личность, чье сердце болит за Россию, монархию, духовность. Общественность разделилась на два лагеря. Одни рассматривают полотна как пророческие гениальные творения, а другие дают острую оценку, называя эти же работы коллажами, плакатами, выполненными на злободневные темы. Илья Глазунов 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 не художник-реалист, хотя активно пытается защищать это старое направление искусства. Терпеть не может абстракционизм и современное искусство, называя его авангардным террором. Пытался навязать мысль, что академическую живопись нужно защищать от молодых и дерзких, что не уважают мэтров и делают унитазы и опилки предметами искусства. Хотя при этом сам по молодости сильно увлекался симфолизмом, чем привлек к себе внимание публики, а это уже совсем не реализм. Глазунов Галина Степановна, потом там вот этот цитат пространный уберём. Да, да, прошу. Значит, но есть и другой Глазунов, живописец, в котором зрители видят такую высочайшую духовность и глубокую философию, каких нет ни у одного художника времён социалистического реализма. И многим очень нравятся работы Глазунова, портреты его работы очень хороши, но его монументальные полотна кому-то не нравятся. Они прекрасно написаны, их интересно рассматривать, но отмечают, что слишком уж всё понятно и это скучно. Ну, в реальной жизни всегда идут споры об искусстве, высказываются точки зрения о творчестве художников. Это хорошо, так и должно быть. Глазунов писал, художник обязан понять и выразить прежде всего своё время с его расстановкой сил, с его пониманием добра и зла, с его пониманием гармонии мира и назначения искусства. Каждое художественное произведение, несущее правду о человеке, о тьме и свете его духовных исканий, это подвиг требующий от художника гражданского мужества. Казахстан. Глазулу был сторонником монархии, выступал за возвращение Саслови. В июне 2017 года открылся музей сословий, под который выделили крыло галереи Глазунова. Три этажа еле вместили в себе предметы быта, фотографии, документы, рассказывающие о жизни трех сословий дореволюционной России – дворянство, крестьянство, духовенство. И в основе композиции уникальные иконы, собранные художником в разных уголках страны, и картины принадлежащие кисти величайших русских художников – Нестерова, Рериха, Пустодиева, Сурикова. Глазулунов – Салтанат Тلب бод. Тرفдар монархизм и из идеи бергерданда на табакат аجтемаји жанобдаре мекерд. Глазулунов – Салтанат Тلب бод. Глазулунов – Салтанат Тلب бод. Глазулунов – Салтанат Тلب бод. Глазулунов – Салтанат Тلب – Салтанат Тел, Салтаната Тلب бод. Ну и немного о личном, о личной жизни Глазунова. В 1956 году Илья Глазунов женился на Нине Виноградовой Бенуа. Нужно отметить, что родственники невесты не одобряли их брак. Илье к тому времени исполнилось 26, его избранницы всего 18. К тому же он был сиротой, неизвестным никому художником, а она представитель знаменитого рода, из которого вышли скульпторы, архитекторы, живописцы. Жизнь без поддержки родных оказалась достаточно трудной. Супругам приходилось ютиться в маленькой комнате в коммунальной квартире. То есть одна кухня и туалет на всех, и каждый живет в своей комнатке. Супругам экономить на всем, чтобы купить кисти, краски. Нина тоже училась на художника и спустя годы активно оформляла многие полотны супруга, помогала создавать сценографии оперных спектаклей. Илья Глазонова Илья Глазонова — Комон Вот семейная фотография. Нина выполнила полностью свое предназначение. Вся ее жизнь была посвящена Глазунову, любимому мужу, отцу ее детей, другу, творцу, знаменитому художнику. А он боготворил ее и очень часто писал ее портреты с очень красивым, но очень печальным лицом. В этом браке у художника родились двое детей, сын Иван и дочь Вера, которые продолжили дело отца. Сын стал заслуженным художником России, снова слава пришла к нему после создания полотна «Распнеево». Самая известная картина дочери художника Веры, великая княгиня Елизавета Федоровна перед казнью в Алапаевске. Анатель Анатель Елизавета Федоровна Передал на «Распнеево». Продолжение следует... 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 Игорь Негода 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 Продолжение следует...